Всем привет! Вы на канале SEO Quick. Меня зовут Николай Шмычков. И меня улитовский Анатолий. И сегодня мы поговорим о том, что мы делаем каждый день, когда приходит к нам новый сайт. А я это иногда делаю по много раз за день. Мы зададим вопрос, как проверить свое SEO-продвижение, как проверить своего специалиста, либо студию, которая работает с вами, что, собственно, нужно проверять, на что нужно обращать внимание. И, конечно же, хотел бы я задать вопрос Анатолию, как вы проверяете, допустим, вот приходит сайт, вот мы смотрим его, и вот ключевые моменты, где вы видите, где SEO-шники занимаются, мягко говоря, вытягиванием денег, а не работой. Ну, на самом-то деле, действительно, это важно. Проверять надо кого угодно, даже если вы доверяете. Но я вам скажу, когда есть определенный уровень контроля и проверки, качество растет, потому что даже хороший специалист может расслабиться. И как необходимо проверять, особенно это важно в свете того, что SEO-это долго, это длительно. И вы можете полгода не видеть результата, иногда даже дольше, иногда годами сайты продвигаются, и не видно результата, и необходимо проверять, что все-таки ваш SEO-шник работает. Первое, на что я бы обратил внимание, на определенную видимость. Даже если вы не имеете позиции в топ-10, должна расти какая-то определенная видимость, то есть количество ключей в топ-100, они должны двигаться там в топ-50, они должны перемещаться. То есть, видимо, сайта нужно увеличиваться. Это можно проверить в серпстатам, HRF, в Google search консоли. То есть, в принципе, инструментов много, а проверяйте обязательно видимость. Второе, разговаривайте с вашим SEO-шником, потому что я вам скажу, когда SEO-шник не заинтересован, когда в нем нет энергии, когда он не энергетичный, я вам скажу, результатов вы вряд ли получите. Третье, понимайте, что такое SEO. Не будьте специалистами, но понимайте, потому что, если вы не понимаете, что заказываете, результаты будут низкие. Но что необходимо, просто зайдите в Google, напишите, что такое SEO, как продвигаются сайты, методы продвижения, просто почитайте, потратите пару дней. И когда вы сможете заказывать SEO-специалиста, вы сможете с ним говорить на одном языке. Говоря на одном языке, вы сразу показываете, что вы не профан, и действительно результаты будут выше. Поэтому все-таки изучайте и понимайте, что такое SEO. Третье, или даже четвертое, не думайте, что SEO-шник сделает все за вас. Важно, это должна быть командная работа. И многие SEO-шники, они еще продвигают какими-то старыми алгоритмами, которые сегодня не актуальны. Все-таки важно это качество работы. И иногда кажется, что, опа, как это только одна-две ссылки. Но в самом-то деле, эти одна-две ссылки могут потратить кучу времени на утрич, на общение, на создание контента. Потому что ссылка, это же не просто ссылка, она окружена определенным текстом. На авторитетных сайтах это должен быть классный текст. Это надо согласовать этот текст. Это тоже определенная работа, которую, возможно, SEO-шник не может показать, потому что это отнимает время. Но можно проверить авторитетность этой ссылки с помощью HRF, SMOS, 7Rush и других инструментов. То есть, понять, насколько она авторитетна, насколько она релевантна. Просто банально даже зайти на сайт и увидеть, насколько действительно существующий и классный этот контент. Или он просто там проставлен из каких-то профайлов, и результатов вы с него не получите. То есть, когда вы понимаете, что такое SEO, вы сможете действительно заказать и правильно контролировать вашего SEO-шника. И изучайте видимость. Николай, есть что добавить? Да, еще очень важное, что мы всегда проверяем. Я, конечно же, делаю всегда так называемый быстрый аудит сайта. Я проверяю метаданные. Для этих целей у нас есть очень простая утилита, которая позволяет быстро просканировать метаданные, не пользуясь там, в частности, скриминфрогом, либо какими-то тяжелыми прогами. Я закидываю топ-100 страниц, которые выловил, и смотрю, какие у них метаданные. Топ-100 страничек скачать легко, сайт двоеточат домен. Качнул список урлов, а список урлов закинул тул, тулом посмотрел, какие у них тайтлы и description. По тайтлам и description я сразу увижу, как говорится, а работали там или не работали. Сгенерированные они или вообще там являются дублями аж один, просто проставленные автоматом, самой там, словно говоря, с самим сайтом. Такие моменты я вылавливаю сразу. Второй момент, что я смотрю, конечно же, это среднюю скорость загрузки сайта. Если я вижу, что скорость загрузки сайта и его топовых страниц катастрофически медленно, я понимаю, что сайтом действительно толком не занимались. Скорость важна как для Google, так и с недавних пор для Яндекса. И я, если я в Ронете вижу, что ко мне приходят изначально медленные сайты и говорят, что мы работаем в SEO-студии, хотим проверить, я, если вижу подобную картину, сразу говорю, как давно ли делали технический аудит. И когда мне говорят, что делали недавно, там, и там все вроде бы ок, все исправили, то я обычно показываю пару скринов и говорю, что, скорее всего, нет. Третье, конечно же, если ко мне приходит ресурс, и еще мы даже еще не обменялись ни вебмастером, ничего, я, конечно же, захожу и смотрю историю ссылочного профиля. Как, с какими темпами рождались какого типа ссылки. Есть ли цепочки редиректов, занимались ли черными методами, это все видно вот банально во Хребсе. Хребс у меня есть, я зашел, проверил, увидел картинку и, соответственно, вижу, что ссылочным занимались по грязному. Самое неприятное, это когда я понимаю, что сайт двигали, но нет ссылок вообще, точнее, там, я называю это, условно говоря, не кривая, а лесенка, когда Хребс рисует, там, пять ссылок, там, за пять лет, понимаете, которые появились. Я понимаю, что ссылочными вообще не занимаются, а мы говорили, что ссылочная – это важный фактор ранжирования. Еще очень важный элемент по поводу анализа, я смотрю ключевые слова. Если ключевые слова нерелевантны страницам, которые продвигаются, скорее всего, проблема заключается в контенте, который там написан. То есть, если, условно говоря, тайтл один, а ключевые слова, которые в этой странице, допустим, видят серпстат и ахребс, вообще нерелевантны тайтлу и вообще какие-то не по теме, скорее всего, семантическое ядро не внедряли, контент не распределяли и, возможно, наклепали кучу дублей. Это сразу такой вот красный значок, что нужно проверять контент на каннибализацию. Что такое каннибализация, например? Две разные странички с абсолютно похожим контентом. Поисковик тогда нерелевантно на них распределяет ключевые слова. И вот это то, что вот можно проверить буквально вот просто, пока клиент, даже у меня назначен созвон, мне звонить ему через пять минут, я просто вижу и сразу же выписываю эти моменты и понимаю, что эти работы делались, не делались, а эти работы делались неправильно, а эти работы делались ради видимости. И это вот сразу же в разговоре и выявляется. Вот, собственно, самый простой вот список, который можно выловить, как проверить вашего SEO-специалиста, вашу SEO-студию, это вот проверить вот эти пункты. Ну и, конечно, самый банальный способ, с которыми обычно возникают конфликты с другими SEO-студиями, это, конечно, я всегда прошу клиентов, просите от ваших специалистов отчеты. Что они делают? Не просто строчкой там дел, а реально отчет, какой-то документ, где расписано, что конкретно делалось, аудит, какой аудит, что проверялось, какие ошибки выявились, ссылки, какие ссылки, какие метрики этих ссылок, собирали семантическое ядро, какое, как оно распределено по страницам, какие выводы сделаны по семантике, какие будут тайтлы, какие будут там тексты писаться по этой семантике, какие-то контентные блоки планируются делать. Вот такие банальные вещи от SEO-специалистов нужно требовать. И это нормально, потому что мы предоставляем эти отчеты. И когда клиент говорит, что там что-то работал пару лет, но мы не знаем, что он делал, это неправильно. SEO-это прозрачный процесс и прозрачный для клиента, в первую очередь. И умение SEO-специалиста отчитываться, это козырная карта сейчас в 2021 году. Спасибо, ребята, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, слушайте нас в Apple-подкастах, в Android-подкастах, в Google-подкастах. Подписывайтесь на нас, мы всегда рады поделиться контентом. Обязательно задавай нам множество вопросов в комментариях, потому что мы дадим обязательно на них ответы. Это бесплатно, и поверьте, наше мнение действительно поможет вам выбрать правильное направление. До новых встреч! И не забывайте, определенные пятницы я провожу разборы сайтов в прямом эфире. Если вы хотите поучаствовать, ссылочку на участие я оставлю в описании, и буду рад вашим активностям. Учтите, я разбираю только тех, кто пришел посмотреть вживую. Ребята, всем спасибо и до новых встреч!